Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока — тригонометрические функции произвольного угла. Тригонометрические отношения для угла зависят только от значения угла. Давайте с вами посмотрим на рисунок вправо. Конечная сторона угла альфа пересекается с окружностью радиуса r в точке с координатами x, y. Мы с вами можем записать следующие тригонометрические отношения. Синус угла альфа равен отношению ордината этой точки к радиусу, то есть y, деленное на r. Котинус угла альфа равен отношению абсциссы этой точки к радиусу, то есть x, деленное на r. Тангенсом угла альфа называется отношение y, x, то есть ордината этой точки к абсциссе, при условии, что x не равен нулю. А катангенс альфа — это есть отношение x к y, то есть отношение абсциссы этой точки к ординате, естественно, при условии, что y отличен от нуля. И давайте рассмотрим с вами две еще тригонометрические функции. Косеканс альфа, который является обратной к синусу альфа, то есть это есть выражение 1, деленное на синус альфа, соответственно, это будет равняться отношению r к y. y отличен от нуля. И тригонометрическую функцию секанс альфа, то есть эта функция обратная к косинусу альфа, то есть это единица, деленная на косинус альфа, то есть равно r, деленное на x, при условии, что x отличен от нуля. То есть мы с вами дали в данном случае определение для шести тригонометрических отношений. Посмотрите, пожалуйста, на следующее задание. Нужно определить значение тригонометрических отношений для угла поворота θ. У нас x равен в данном случае 8, y равен 15, мы найдем с вами гипотенузу, r равен 17, и отсюда мы с вами можем записать следующие отношения. Синус θ, как мы сказали выше, равно отношению y, деленное на r, в данном случае это получается 15, деленное на 17. Если рассматривать косинус θ, это получается x, деленное на r, то есть 8, деленное на 17. Тангенс θ, это уже будет отношение y к x, то есть это будет 15 восьмых. А катангенс θ, это есть отношение x к y, как мы сказали выше, соответственно, это равенство 8,15. Косеконст θ, это, как мы отметили, это обратная функция к синусу, то есть это r, деленное на y, это равно 17,15. А секонст θ, это есть функция обратная к косинусу, то есть r, деленное на x, это равно 17 восьмых. В следующем задании нам тоже нужно определить значение тригонометрических отношений для угла поворота θ. В данном случае конечная сторона нашего угла находится в третьей четверти. Посмотрите, пожалуйста, у нас здесь x равен минус 3, y равен минус 4, соответственно, r у нас будет равняться 5. Отсюда мы с вами, точно так же, как в предыдущем задании, можем записать тригонометрические отношения. Синус θ здесь будет равняться минус 4 в пятых. Косинус θ это равно минус 3 в пятые. Для тангенса θ мы можем записать отношение минус 4, деленное на минус 3, то есть это 4 в третьей. Котангенс θ это будет обратная, минус 3, деленное на минус 4, то есть 3 в четвертой. И косинус θ это будет минус 5 в четвертых, а секундс θ это будет минус 5 в третьих. Посмотрите, пожалуйста, из соотношения косинус альфа равно x, деленное на r, мы можем записать, что x равен r, умноженное на косинус альфа. А из соотношения синус альфа равен y, деленное на r, мы с вами можем записать, что y равно r, умноженное на синус альфа. Следовательно, любая точка P на окружности будет иметь координаты. r, умноженное на косинус альфа, r, умноженное на синус альфа. То есть эта точка принадлежит конечной стороне угла поворота на угол альфа. Давайте с вами рассмотрим случай, когда у нас конечная сторона находится на осях координат. Посмотрите, пожалуйста, случай, когда у нас находится на оси ух. В этом случае у нас либо координата х, либо координата у должны равняться 0. Когда у нас альфа равен 0 градусов или 0 радиан, смотрите, точка имеет координаты r0. В случае, когда у нас альфа равен 90 градусов, или, как мы можем записать, пи пополам радиан, точка на оси у будет иметь координаты 0, r. Когда альфа равен 180 градусов или пи радиан, точка имеет координаты минус r0. И в случае, когда альфа равен 270 градусов или 3 пи пополам радиан, данная точка имеет координаты 0 минус r. Давайте с вами вычислим значения 90 градусов, 180 градусов и 270 градусов для наших тригонометрических соотношений. Посмотрите, пожалуйста, синус 90 градусов. По определению, это есть y, деленное на r. В данном случае вместо y мы подставляем r, и мы получаем, что значение синуса 90 – это единица. Косинус 90 – это будет уже x, деленное на r. То есть в данном случае получается 0, деленное на r. И значение мы получаем 0. Если мы хотим найти значение тангенса 90 градусов, то мы должны вместо y подставить r, а вместо x подставить 0. Соответственно, получается, что это значение не определено. В случае катангенса 90, то есть соотношение х, деленное на у, мы подставляем 0, деленное на r. То есть катангенс 90 градусов будет равняться 0. Точно так же мы можем с вами рассматривать эти соотношения для 180 градусов. Посмотрите, пожалуйста, синус 180 градусов. Значит, мы должны 0 разделить на r, это будет 0. Косинус 180, это будет минус r, деленное на r, равно минус 1. Тангенс 180, у делить на х, то есть 0 делить на минус r, это тоже будет 0. А катангенс 180, х, деленное на у, то есть минус r, деленное на 0. В данном случае катангенс 180 градусов не определено. И в случае 270 градусов точно таким же образом вместо у, подставляя минус r, а вместо х, подставляя значение 0, мы с вами можем убедиться в том, что синус 270 градусов – это минус 1. Косинус 270 градусов – это будет 0. Тангенс 270 градусов у нас не определен, а катангенс 270 градусов у нас равняется 0. Давайте с вами определим знаки тригонометрических функций в различных четвертях. Хочу обратить ваше внимание, что знак косинуса у нас определяется по х, а знак синуса определяется по у. Учитывая это, посмотрите, пожалуйста, в первой четверти у нас все функции имеют положительный знак, знак плюс. Если мы посмотрим на вторую четверть, то здесь у нас получается, что синус альфа, так как мы определяем его знак по оси у, имеет знак плюс, соответственно, косекенс альфа, обратная к синусу функции, тоже будет иметь знак плюс. Косинус определяется по х, имеет знак минус, секенс альфа тоже, а тангенс альфа и катангенс альфа, так как это будут соотношения, в случае тангенса – это у, деленное на х, а в случае котангенса это x, деленное на y, то обе эти функции имеют знак минус. То есть во второй четверти только синус альфа имеет знак плюс и косеконс альфа имеет знак плюс. Все остальные четыре функции имеют знак минус. В третьей четверти, посмотрите, пожалуйста, у нас, если определять синус альфа по y, он имеет знак минус, соответственно, косеконс альфа тоже будет иметь знак минус. Косинус альфа по x определяем тоже имеет знак минус, и секонс альфа тоже знак минус. А тангенс альфа и котангенс альфа имеют знак плюс. И в четвертой четверти, рассуждая точно так же, мы с вами видим, что синус альфа и косеконс альфа имеют знак минус, косинус альфа и секонс альфа имеют знак плюс, и тангенс альфа и котангенс альфа тоже имеют знак минус. То есть, если подвести итог, у нас получается, что в первой четверти все функции у нас положительные, во второй четверти положительными являются только синус альфа и косеконс альфа, в третьей четверти у нас синус альфа, косеконс альфа, косинус альфа, секонс альфа, они у нас имеют знак минус, только тангенс альфа и котангенс альфа имеют знак плюс. И в четвертой четверти у нас косинус альфа и секонс альфа имеют знак плюс, все остальные четыре функции имеют знак минус. Давайте мы с вами это разберем на примере номер 3 со страницы 79. Нам нужно установить знак тригонометрического отношения для каждого угла. Посмотрите, пожалуйста, синус 20 градусов. Конечная сторона этого угла находится в первой четверти. Как мы с вами отметили выше, в первой четверти все тригонометрические отношения являются положительными. Соответственно, эта функция имеет знак плюс. Косинус 50 градусов тоже получается первая четверть. И здесь тоже эта функция имеет знак плюс. Косинус 100 градусов. Конечная сторона этого угла находится во второй четверти. Как мы с вами уже сказали, косинус во второй четверти имеет знак минус. Далее тангенс 140 градусов. Конечная сторона этого угла тоже у нас расположена во второй четверти. И, соответственно, тангенс 140 тоже будет иметь знак минус. Следующий пункт тангенс 250 градусов. Конечная сторона этого угла находится у нас в третьей четверти. А в третьей четверти, как мы отметили выше, тангенс имеет знак плюс. Далее синус 310 градусов. 310 градусов, конечная сторона этого угла, находится в четвертой четверти. И в четвертой четверти синус у нас имеет знак минус. Синус 200 градусов, конечная сторона этого угла, находится в третьей четверти. И синус 200 градусов у нас будет иметь знак минус. И последнее, косинус 280 градусов, конечная сторона этого угла находится в четвертой четверти, соответственно, в четвертой четверти косинус у нас имеет знак плюс. Посмотрите, пожалуйста, следующее задание, задание номер 7 со страницы 79. Нарестив клетку, примите единичный отрезок за одну клетку и изобразите окружность центра в начале координат и радиусом 5 единиц. В пункте Г нужно изобразить углы поворота, косинус которых равен минус 4 пятые. Хочу вам напомнить, что косинус альфа – это и есть отношение x к r. В данном случае это равно минус 4 пятые, то есть x у нас равен минус 4, r равен 5. Отсюда запишем уравнение окружности с центром в начале координат. Это будет x квадрат плюс y квадрат равно r в квадрате. Далее мы получаем отсюда, что y равен плюс-минус корень квадратный из r квадрат минус x квадрат. Подставим вместо r квадрат 5 в квадрате и вместо минус x квадрат минус 4 в квадрате. Получаем, что y принимает значение плюс-минус 3. И получается, что у нас есть две точки. Точка а1 с координатами минус 4, 3 и точка а2 с координатами минус 4, минус 3. Посмотрите, пожалуйста, на окружности. У нас таких углов поворота 2. Далее нахождение значений тригонометрических функций произвольного угла при помощи острого угла. Для любого угла больше 90 градусов значение угла мы можем найти при помощи острого угла. Это зависит от того, в какой четверти у нас будет находиться конечная сторона нашего угла. Посмотрите, пожалуйста. Если у нас конечная сторона угла находится во второй четверти, обозначим угол острый альфа штрих. Его в данном случае можно найти как 180 градусов минус альфа. В случае, когда у нас конечная сторона угла находится в третьей четверти, острый угол мы здесь тоже обозначаем через альфа штрих, и его мы можем найти следующим образом. Угол альфа минус 180 градусов. И в третьем случае, когда у нас конечная сторона угла находится в четвертой четверти, острый угол мы опять в данном случае обозначаем через альфа штрих, и его мы можем найти как 360 градусов минус альфа. В случае, когда у нас угол совершает полное число оборотов в положительном направлении или в отрицательном направлении, название тригонометрической функции у нас не меняется. Вернее, угол сам тоже не меняется. То есть мы можем написать, что синус альфа плюс 360 умножен на n равно синусу альфа. Точно так же косинус альфа плюс 360 градусов умножен на n тоже будет равняться косинусу альфа. Тангенс альфа плюс 360 градусов умножен на n тоже тангенс альфа. и котангенс альфа плюс 360 градусов умножить на n тоже будет равняться котангенсу альфа. n здесь целое число. Давайте рассмотрим следующие примеры. Задание номер 2 со страницы 82. Для следующих углов найдите значение синуса альфа, косинуса альфа, тангенс альфа и котангенс альфа. Посмотрите, пожалуйста, на пункт B. У нас угол 225 градусов. Конечная сторона угла находится в третьей четверти. Следовательно, мы можем его записать через острый угол следующим образом. 225 градусов минус 180 градусов равно 45 градусов. Далее мы с вами найдем значение синуса 45, косинуса 45, тангенс 45 и котангенс 45 градусов. Конечно, при этом надо обязательно учитывать, в какой четверти у нас находится конечная сторона угла. То есть в данном случае в третьей четверти. Соответственно, в третьей четверти синус у нас имеет знак минус. То есть синус 225 градусов будет равняться минус синус 45 градусов. А это по таблице равно минус корень из двух, деленное на два. Косинус 225 тоже равен минус косинус 45 градусов. Косинус на третьей четверти тоже имеет знак минус. Это тоже равно минус корень из двух на два. Тангенс 225 равен тангенсу 45 градусов. Это равно единице. Тангенс у нас в третьей четверти минус знак плюс. И котангенс 225 градусов тоже равен котангенсу 45 градусов. Тоже равен единице. Давайте рассмотрим пункт D. В данном случае нам дан угол 300 градусов. То есть конечная сторона угла находится в четвертой четверти. Чтобы выразить его через острый угол, мы должны с вами записать следующее выражение. 360 минус 300 равно 60 градусов. Хочу отметить, что угол у нас в четвертой четверти. И синус 300 градусов мы можем записать как минус синус 60 градусов. Так как синус четвертой четверти тоже имеет знак минус. И табличное значение минус корень из трех, деленное на два. Следующее значение. Косинус 300 мы можем заменить на косинус 60 градусов. То есть косинус на четвертой четверти имеет знак плюс. Это равно одной второй. Далее тангенс 300 равно минус тангенс 60 градусов, равно минус корень из трех. Котангенс 300 градусов равно минус катангенс 60 градусов. Тоже равно минус корень из трех, деленное на три. Следующее задание. Это задание номер три со страницы 82. Не используя калькулятор, нам нужно вычислить значение следующих тригонометрических отношений. Посмотрите, пожалуйста, катангенс 390 градусов, угол которого больше, чем 360. Соответственно, мы его можем выразить как катангенс 360 плюс 30 градусов. Как мы сказали выше, когда совершает угол полный оборот, то название функции у нас не меняется. То есть это равно катангенсу 30 градусов, равно корню из трех. Секос 420 градусов. Это функция, обратная к косинусу. Соответственно, мы его записываем как 1 делить на косинус 420 градусов. А 420 через 360 градусов мы можем выразить следующим образом. Косинус 360 градусов плюс 60 градусов. И это равно 1 деленной на косинус 60 градусов. Табличное значение косинуса 60 градусов – это 1 вторая. Соответственно, 1 делить на 1 вторую будет равняться 2. Далее косинус 33π, деленное на 4. Здесь мы можем это представить следующим образом. Косинус 4 умноженное на 2π плюс π на 4. То есть получается, что у нас 4 полных оборота в положительном направлении. Это равно косинусу π, деленное на 4, и равно корню из 2, деленное на 2. Синус 9π, деленное на 2, мы можем представить следующим образом. 2 умноженное на 2π и плюс π пополам. То есть опять в положительном направлении мы совершаем 2 полных оборота и плюс еще π пополам. Соответственно, данное выражение равно синусу π пополам. Это равно единице. Следующее задание – это задание номер 5 со страницы 82. Не используя калькулятор, вычислите значение выражения. Обратите внимание, у нас здесь угол в пункте В – синус минус 120. Для начала мы должны отметить, что минус 120 градусов у нас угол третьей четверти. Мы должны его заменить на наименьший положительный угол, который дополняет его до 360 градусов. То есть минус 120 плюс 360 градусов равно 240 градусов. Далее 240 градусов у нас можно записать следующим образом – через острый угол. То есть 240 градусов минус 180 градусов равно 60 градусов. Синус минус 120 градусов равно минус синус 60 градусов. Это будет минус корень из 3, деленное на 2. Следующее – это тангенс минус 210 градусов. Посмотрите, пожалуйста, минус 210 градусов – это у нас угол второй четверти. Значит, мы должны его выразить через наименьший положительный угол, который дополняет его до 360 градусов. То есть минус 210 плюс 360 равно 120 градусов. А 120 градусов мы должны выразить через острый угол. Это можно записать следующим образом. 180 минус 120 градусов равно 60 градусов. И далее мы с вами находим тангенс минус 210 градусов. То есть так как это получается у нас угол второй четверти, во второй четверти у нас тангенс отрицательный, равно минус тангенс 60 градусов равно минусу корню из 3. На этом на сегодня у нас все. Для закрепления темы я рекомендую вам прорешать задание из вашего учебника со страниц 79 и 82. До свидания. Всего вам доброго. Здравствуйте, дорогие ученики 10 класса. Сегодня мы с вами пройдем номенклатуру и изомерию алкинов. Надеюсь, общую формулу алкинов все мы помним. Это СНН-2Н минус 2. А теперь ознакомимся. Согласно международной номенклатуре, название неразветвленных алкинов образуется путем замены окончания АН в названиях соответствующих алканов на окончание ИН. Рассмотрим это. Смотрим. Например, этан CH3CH3. Если окончание АН поменять на окончание ИН и применить общую формулу для алкинов СНН-2Н минус 2, то мы получим формулу ЭТИНО-СНН-2Н минус 2, то мы получим данное соединение, а название это пропин. Как мы видим, окончание АН заменено окончанием ИН. Хорошо, продолжим. Смотрим. Откуда же начинается нумерация? Ну, я думаю, здесь вы уже все догадались. Нумерация производится с того конца, куда ближе тройная связь. Следовательно, это с этого конца, потому что тройная связь ближе к данному углероду. 1, 2, 3, 4. Называем БУТИН-1, то есть тройная связь у первого углерода. Смотрим следующее соединение. Как мы видим, здесь тройная связь находится посередине. Следовательно, оказывается, без разницы, с какого конца мы будем нумеровать, от этого названия нашего соединения не изменится. Ну, допустим, 1, 2, 3, 4. Название так и остается. БУТИН-2, то есть тройная связь у второго углерода. Хорошо. Продолжим, ребята. Для того, чтобы называть алкины, для начала нужно выбрать длинную цепь. Это же правило мы соблюдали, когда называли алканы, алкены и алкадиены. Но в каждом из этих соединений были свои нюансы. Здесь также длинная цепь, которую мы с вами будем выбирать, должна содержать тройную связь. Следовательно, это у нас вот данная длинная цепь. Хорошо. Дальше смотрим, как же будем называть радикалы. Смотрим, ребята. Для того, чтобы называть радикалы, вспомним, откуда мы начинали нумерацию. Нумерацию начинали с того конца, куда ближе тройная связь. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Длинную цепь мы с вами нашли. Следовательно, получается, у четвертого углерода метильный радикал. Называем. Место положения метильного радикала 4 метил. Длинная цепь. Это из пяти углеродов, значит, пентин. Не забываем про окончание. И в конце ставим местоположение тройной связи. Это у второго углерода. Значит, в итоге мы получили 4 метилпентин-2. Следующее смотрим. Выбираем длинную цепь. Верно. Длинная цепь – та цепь, где в обязательном порядке должна находиться тройная связь. Это вот она. Почему же нумерацию начали с этого углерода? А потому что тройная связь находится ближе к этому углероду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Пронумеровали. Далее смотрим положение радикалов. И какие радикалы? Два метильных радикала у меня. У третьего углерода и у четвертого углерода. Следовательно, если радикалы одинаковые, сразу указываю местоположение 3, 4 – диметил. 6 – это будет гексин. И положение тройной связи у первого углерода – 1. Еще раз полностью назовем 3, 4 – диметил, гексин, 1. Надеюсь, здесь вам все было ясно, и мы можем продолжить. Изомерия. В алкинах возможны, указываем у себя структурное изомерие углеродной цепи, структурное изомерие по положению тройной связи и межклассовое изомерие. А теперь рассмотрим их в отдельности. Структурное изомерие по углеродной цепи. Смотрим, ребята. Как мы с вами видим, это пентин-1. А здесь углеродный скелет поменялся, и получилось 3-метил-бутин-1. Хорошо. Далее смотрим структурное изомерие по положению тройной связи. Смотрим на соединение. Бутин-1. Здесь тройная связь у первого углерода, а это бутин-2. Здесь тройная связь у второго углерода. Хорошо. Следующее смотрим. Межклассовое изомерие. И вспоминаем. Алкины и алкадиены имеют одну и ту же общую формулу. СНН-2Н-2. Следовательно, алкины и алкадиены являются межклассовыми изомерами. Смотрим. Это пропин, как мы видим, тройная связь. А это пропадиен, две двойные связи. То есть состав одинаковый, но совершенно разные соединения, относящиеся к разным классам. Хорошо, ребята. Здесь мы с вами можем увидеть также некоторые соединения, относящиеся к межклассовой изомерии. Смотрим. Бутин-1, а здесь бутин-2. Далее. К межклассовому изомерию относятся бутадиен-1-3, бутадиен-1-2. У всех этих четырех соединений один и тот же состав С4-H6. И они являются межклассовыми изомерами. Хорошо. Я надеюсь, сегодняшняя тема вам была ясна. Дорогие ребята, и попрошу, пожалуйста, закрепить изученной на странице 128-129. Желаю вам удачи до следующего урока. Добрый день, дорогие ребята. Сегодняшняя наша тема – экзогенные формы рельефа в Азербайджане. Ребята, на прошлом уроке вы изучили эндогенные формы рельефа. Что значит эндогенные? Эндогенные формы рельефа у нас образуются под действием внутренних сил Земли. Это движение тектонических плит, это землетрясение, это извержение вулкана. Формируются крупные формы рельефа, которые мы называем морфоструктурами. Это наши горы Большого Кавказа, Малого Кавказа, Нахичеване, Талышских гор. Это Куринская межгорная впадина и все наши равнины на ней. А дальше, ребята, начинают действовать экзогенные, то есть внешние силы Земли. Их очень много. Они создают очень разнообразные формы рельефа. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие формы рельефа экзогенного происхождения у нас наиболее широко распространены в Азербайджане. Ребята, для того, чтобы изучить формы рельефа, существует геоморфологическая карта. Ребята, геоморфология – это наука, изучающая рельеф. Давайте немножко вспомним, какие существуют экзогенные процессы. Первым долгом – это выветривание. Ребята, не подумайте, что выветривание связано с ветром. Выветривание происходит под действием перепада температуры. То есть между дневной и ночной температурой, если у нас большая разница, то очень быстро происходит физическое выветривание. Физическое выветривание у нас с вами будет наиболее быстро происходить в засушливой зоне. То есть это Абшеронский полуостров, Габустан, Аджинаур, Джейранчоль, Кура, Раская низменность. Химическое выветривание происходит под действием влаги, кислорода, углекислого газа. Органическое выветривание у нас происходит под действием живых организмов. Естественно, и химическое, и органическое выветривание больше будет происходить в более влажном климате, то есть там, где у нас с вами среднегорные и высокогорные зоны. Дальше, ребята, у нас идёт процесс денудации. Денудация – это осыпание горных пород под действием собственной силы тяжести. Денудация, естественно, у нас с вами будет происходить в возвышенных участках, а на равнинах мы будем наблюдать с вами процессы аккумуляции, то есть накопления осадочных горных пород. Ребята, какие экзогенные процессы мы знаем? Это разрушительная и созидательная деятельность рек, ледников, ветра, морских волн. Это всё, ребята, экзогенные процессы. Давайте посмотрим, где какие формы рельефа в Азербайджане встречаются наиболее часто. Давайте начнём с высокогорной зоны. Вы знаете, что у нас в высокогорьях, сейчас в горах Большого Кавказа, Зангизури, у нас есть современные ледники. А древние ледники у нас были и в горах Малого Кавказа. Ледники формируют следующие формы рельефа. Это троговые долины, кары, цирки и моренные гряды. Троговая долина формируется, когда ледник у нас с гор спускается вниз, выламывает себе долину и, как говорится, стекает вниз, постепенно тает и даёт питание нашим рекам. Троговая долина отличается тем, что у неё крутые обрывистые склоны и пологое дно. Ну, кары и цирки – это чашеобразные углубления, образованные ледником. Ребята, троговые долины, кары и цирки образуются в результате экзорации. Экзорация – это разрушительная деятельность ледников. А аккумулирующая деятельность ледников – это моренные гряды и холмы. Когда ледник спускается по троговой долине, он несёт в себе камни. А когда он начинает таять, он откладывает эти камни в нижней части ледника. И поэтому моренные холмы и гряды мы наблюдаем где-то на высоте 2500-3000 метров в горах Большого, Малого Кавказа и в горах Нахичевания. Огромную роль в формировании и изменении рельефа у нас играют текучие воды. Текучие воды могут быть временными водотоками – это ручейки после дождя. И постоянные водотоки – это реки. Временные водотоки у нас образуют овраги. Особенно большое количество оврагов, ребята, у нас находится в горах Габустана, Аджинаура и Джейранчоли. Это так называемый аридно-денудационный рельеф. Овраг – это крупная промоина, которая постепенно увеличивается и по глубине, и по ширине. Но дело в том, что овраг не бесконечно растёт. Когда тот ручеёк, который образовал наш овраг, достигает уровня той реки, в которую он впадает, или море, мы говорим, что овраг достиг своего базиса эрозии. И после этого он перестаёт углубляться. Постепенно его склоны сглаживаются, зарастают травой и кустарниками, и овраг превращается в балку. Мы говорим, что балка – это последняя стадия развития оврага. Вот такой аридно-денудационный рельеф, то есть вот такие овраги и балки у нас очень характерны для плоскогорий. Габустан на Абширонском полуострове мы это наблюдаем, низкогория на Хичеване, Аджинаур и Джейранчольские плоскогория. Вот как выглядит, ребятки, аридно-денудационный рельеф. Очень часто на этих же плоскогориях мы сталкиваемся с тем, что называем бедлендом. Бедленд – это безжизненная земля, там нет почвы. Эти территории очень быстро разрушаются, осыпаются. Часто мы встречаем там вот такие выступы. Это так называемые останцы. Они образуются ветрами, которые выбивают более мягкие горные породы и остаются только более твёрдые. То есть останцы у нас формируются под действием ветра и денудацией. Ребята, огромную роль в формировании рельефа Азербайджана у нас играют реки. Разрушительная работа рек у нас называется эрозия. В результате эрозии, ребята, у нас формируются речные долины. Форма речной долины будет зависеть от того, где протекает река. Если река протекает у нас в горах, то у нас формируются В-образные долины. У нас преобладает, мы говорим, глубинная эрозия, потому что река также стремится к своему базису эрозии. Если же река в горах встречает на своём пути легко размываемые горные породы, она успевает не только углубить своё русло, но и расширить его. И тогда мы получаем форму рельефа, который называется каньоны. Ребята, каньоны в Азербайджане очень широко распространены на боковом хребте, там, где у нас протекают реки Гудеалчай, Гусарчай, Гаргарчай, Гильгильчай. Дело в том, что горы Большого Кавказа у нас сложены осадочными горными породами. А когда река у нас выходит на равнину, то глубинная эрозия у нас приостанавливается, а больше начинает действовать боковая эрозия. У нас речная долина расширяется, и на бортах долины у нас появляются террасы. Долина реки становится неглубокой, очень широкой. Нижнюю часть долины реки, где вода течёт постоянно, мы называем руслом реки. Самая нижняя часть долины реки, которая заливается водой во время половодия, мы называем пойма. А вот такие ступени мы называем террасами. Ребята, V-образные долины, как я говорила, в горах, у нас очень широко распространены в горах Большого Кавказа, Малого Кавказа, Талышских и Нахичеванских гор. На равнинах долины рек у нас имеют вот такую форму. Ребятки, самая крупная река Азербайджана Кура при впадении в Каспийское море образует дельту. Дельта – это наносная равнина. Весь тот обломочный материал, который приносит река, мы называем его аллювий, он откладывается в устье реки, и постепенно вот эта равнина носная, она растет в сторону моря. Кроме того, ребята, реки в Азербайджане еще образуют одну очень интересную форму рельефа, которая называется конусом выноса. Обратите внимание, что у нас происходит. У нас с гор течет река, которая выходит на равнину. Выходя на равнину, у нее замедляется течение. И после этого она не может нести уже огромные камни, много песка, глины, гравия. И она по обе стороны от русла начинает их откладывать. У нас образуются, ребята, конусообразные поднятия, все пропитанные водой. Обратите внимание, особенно много конусов выноса у нас с вами в Ганыхай-Речайской долине, в северной части Шерванской равнины, в Гянджа-Канзахской равнине. Это все горные реки формируют здесь конусы выноса. Ребята, к сожалению, для гор Большого Кавказа у нас характерно еще одно очень неприятное явление. Это оползни. Как образуется и как выглядит оползень? Он формируется там, где у нас на поверхности залегают осадочные водопроницаемые горные породы. Под ними лежит слой водонепроницаемых горных пород. Чаще всего это глины. И над этим водонепроницаемыми породами у нас формируется слой подземных вод. Если вдруг у нас пройдет сильный ливень, если мы вырубим деревья, которые находятся на склоне и держат эти слои горных пород, если мы утяжелим склон каким-нибудь строительством, то в один момент, очень неприятный, у нас может этот склон оторваться и съехать вниз. Оползни приносят неисчислимые бедствия. За оползневыми склонами ведется постоянное наблюдение. Оползни, к сожалению, широко распространены у нас на Абшироне. Есть оползневые склоны и в городе Баку. Чтобы предотвратить оползни, мы обязательно должны следить за ними. Мы должны засаживать эти склоны деревьями. Мы должны проводить дренажи и коллекторы, которые будут понижать уровень грунтовых вод. Ребята, на берегу Каспийского моря у нас формируются абразионные равнины. Абразия – это разрушительная деятельность морских волн. Вы знаете наши прекрасные пляжи, которые сформировались в результате разрушения скал морскими волнами. От Шабранского района до Махачкалы мы можем наблюдать морские террасы, которые сформировались в результате изменения уровня Каспийского моря. Ребята, вот это такая небольшая краткая характеристика экзогенных процессов в Азербайджане. Сделав домашние задания самостоятельные после параграфа, вы лучше усвоите эту тему. Ребята, вы выучите 17-й параграф. И, пожалуйста, обязательно внимательно посмотрите на физическую и геоморфологическую карту Азербайджана. До свидания. Всего хорошего.